Что? Вас не видно, я разговариваю с кем. Давай, образ. Образ свой. Вот это я в зоне. Ну вот так вот. Просто я камеру не включил. Это, Игнатий Тихонович, вот я хотел у вас спросить, вот мне, чтобы пост начать держать, мне как, мне нужно в церковь идти? Или я могу просто начать голодать? Да. Я как бы просто начать голодать. Вот смотрите. Я уже ничего не кушаю с сегодняшней ночи, с 12 часов ночи. Как бы 12 часов я уже ничего не ем. То есть я хотел продержаться 24 часа. Ничего не есть. Ну это не называется голодовать. Вы сразу скажите, что я посту сейчас будет 7 недель. Ну и как, что предположим, у вас материал мой есть о посте? Ну у меня есть ваш материал. Я сижу на вашем сайте. Ну а о посте, конкретно о посте? Да, все есть у меня. Ну все, вот так этого держи. Больше не бери, чтобы... И притом, мне писать, который пишет, только один раз, один раз в неделю. А ваша милость, мне сейчас за полчаса 18 раз скинули. Я знаю про это. Ну а раз знаешь, не надо нарушать. Мне не... Я забыл, что вы не принимаете короткие сообщения. Я знаю про это. Нет, это мне мешает. Оно издает звук, а я работаю в это время. А вы настройте. Я спередвижи. Так, у вас настоящая-то фамилия ваша это? Да, да. Да все мое это. Ну по паспорту, да, это моя фамилия и имя тоже. Ну хорошо. Молиться надо. Никого не задевайте только. Лишнего не говорите. А то вас опять отстранят. И вы заходите на наши утренние молитвы. Вот в пять начинаем молиться. Какой район? Где живете? Ну, я живу в Подмосковье. Ну, город Киржач. Я же вам рассказывал. Ну да, Подмосковье. Тогда вам удобнее с Вячеславом. У него на четыре часа позже нас его. А вы рядом там. По его времени будет пять утра. А если по-нашему, это в час ночи вам надо. На молитву обязательно с нами, чтобы становились. Там я... У нас зачитывается много из Нового Завета. Считается моя проповедь одна из девятого тома пока. Да, Игнат Иванович, я был-то у вас на занятиях. Мне понравилось. Ну, вот я поменял просто аккаунт. У меня просто номер сменился. Вот. Ну, я Вячеслава добавил. Я думаю, что он в группу меня пригласит. Вот. А вы Шлокова Александра знали? Нет, да я его не знаю. Ну, я мало кого знаю. Я знаю только вас, Вячеслава. А зачем вы сейчас с Самохой прикинулись? Да это я имя и фамилию поменял. Да временно просто. Как это? Ваша фамилия-то не менялась? Это вы там аватары, ники разные меняете? Это не надо делать. Это ложь. Да я знаю про это. Вот смотрите, Игнатий Тихонович, я когда создал аккаунт, я вошел сюда под новой сим-карты, ну, на аккаунт скайпа. И у меня сразу чужое имя и фамилия вылезло. Вот. А Самоха Самохин, я хочу себе имя поменять и фамилию поставить такую. Вам сколько лет? 21 год. Ну, 21 год. Вы в армии служили? Да, служил. А в каких войсках? Инженерно-саперные. У вас серьезное дело. Не обманываешь? Нет. Нет, я сапер. А ты знаешь, что всякая ложь от дьявола? Да, да, сто процентов. И вот это разное Самохи, это уже не от человека. А вы посмотрели, я вам скинул интервью дьяволом? Да, Игнатий Тихонович, я сейчас просмотрел полный ролик. Ну и как? Ну и, конечно, это страшно, что он говорит. У нас молитва, это пост и молитва, пост и молитва. Если он тебя так где-то наседает на тебя, пост и молитва. Никогда не признавай себя побежденным. Сила там, где Христос. На меня он нападал. Было время, нападал. Вы слышали, как было? Да, Игнатий Тихонович, он много раз пытается меня от вас отвернуть всякими путями. Я вот как с вами созваниваюсь, и он всегда то меня на Александра переключает, то на католицизм меня пытается свернуть. Ну, короче, не дает мне с вами общаться. Ну, католицизм-то я же скинул материал-то. Сколько там всего заблуждений? Тут начал мне, в общем, такие мысли, короче, в голову. Что вот, только папа может вселенский собор собирать там. Ну, не кейский символ веры может менять, только папа, короче. Никто не может менять. Никто. Это все от дьявола у вас мысли такие. Папа бритый. А зачем бреешься-то? На папу смотришь? Ну, не знаю, Игнатий Тихонович. Я не знал, что бриться нельзя. Я думал, что только бороду нельзя брить. Так у вас и нет бороды. Ни усов, ни бороды нет. Так она и не растет. Она растет, обманывайте. Если она не растет, бритву выброси сегодня, чтобы себя не обманывать. Выброси совсем, чтобы ее в доме не было. Игнатий Тихонович, я ей не пользуюсь. Ну, понимаешь, отговорки. Давай, выбрось по-хорошему. Чтобы видно было, что первый шаг сделал. Он на бритве сидит у тебя там. Игнатий Тихонович, я могу при вас выбросить бритву. Она мне не нужна. Она вам зачем нужна? Ну, я вообще так-то ей не пользуюсь. Ну, просто вот эти вот волосинки вырастают, я их все равно сбриваю, потому что некрасиво. Ну, понимаешь, это лукавство. А это мы могли не родиться. А вот мы такие, какие есть. Красивый, некрасивый. Ну, все, хорошо, Игнатий Тихонович. Я сейчас выброшу все свои бритвы. Выброси сразу. Сразу. Что, шнур, если нужен, шнур оставьте, отрубите его. Понял, понял. Не надо, она не нужна. Понимаешь, это делают только гомосексуалисты. Гомосексуалисты? Я понял. Да. И насильники разные. Нам зачем это? Две мамы в доме. Смотрите, Игнатий Тихонович, аж пять штук. У меня тут целое это. Ну, все. Надо решительные шаги делать. Сразу. Сегодня ты выбрасываешь бритву. Сейчас пока посты не надо, а вот сейчас масленица кончится, еще две недели. И тогда постись подряд. И только обязательно выходи с нами или с Вячеславом. Если на Вячеславу группу вам что-то там претит, я думаю, вам там удобнее было бы в пять. Да, в пять. Ну, вот он меня добавил просто. Я вышел. А потом что-то у меня снова, в общем, начал провоцировать. Ну, хотел меня с ним поссорить, в общем. Ему не нравится то, что я его правила выполняю. И он меня хотел с Вячеславом поссорить снова. Но я тут, короче, разозлился, вот. И, в общем, там ему написал всякой ерунды. Ну, в общем, ему это снова не удалось. Ну, ему это снова удалось, короче, это сделать. Но я все равно повернусь. Понимаете, вы играете этими словами. С дьяволом не играет. Его нужно побеждать. Постом и молитвой. И никакого общения не иметь. Никакого. И говори о Боге, о спасении, о дьяволе, даже не поминай никак. Потому что он нашел хорошее гнездо у вас в голове и в сердце. Я понял. Но он ищет слабые места. Не-не-не, а какие слабые? Он знает просто, что вся твоя жизнь, она не по-христиански идет. В любом месте, где бы он ни коснулся, это его. Он не половину берет, он целиком захватывает. Я понял. Выбрось это из головы. Его не поминай и не думай. А только, Господи, прибудь со мною. Ты, Господи, со мной, ты победил дьявола. Это 2.14. Прочитай послание к евреям Павла. Изучи наизусть. А, Игнатий Тихонович. Да я вам что-то сказал. Смотри, даже пальцем не пошевелил. Я говорю, послание к евреям Павла. 2 глава, 14 стих. Скорее схватил ручку. Скорее записал. Бумага должна быть рядом. Там говорится о победе над дьяволом. Каким образом побеждать его? Ну-ка, прочитай. Евреям 2.14. Я на ваш сайт захожу. Ну, давай. А ты Библию открывай. Библию открывай 2.14. Я уже открыл ее. Ну, еще там написано. Я еврея не могу найти. Послание к евреям. Это последнее послание Павла. А дальше только откровение. Новый Завет заканчивается. Вот, последнее послание к евреям. Я уже нашел. А какая глава? 2 глава, 14 стих. Все нашел. Ну, читай. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял они, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот и все. Кровь Христа его смывает. Ты скажи, отойди от меня, дьявол. За меня Христос умер. И перекрестись. Вот так впереди себя перекрестись. И впереди его. У тебя святая вода-то есть из церкви? Да, Игнатий Тихонович. Бабушка приносит святую воду. Но я не знаю, там, как она святая, не святая. Святая. Святая, освященная. Возьми там кисточку или что-то и по крапиве везде крестообразно. И когда что-то делаешь, обмываешься, туда капли две хотя бы капни. Игнатий Тихонович, а вот меня, короче, он отправил на католика, в общем, я с католиком связался, и он сказал, что у тебя крестик неосвященный, потому что освященные предметы продавать нельзя. Он сказал то, что это признак симонии. Вот этот крест... Никакого отношения не имеет. Потому что отвященный крестик неосвященный. Он освященный кровью Христа. Я вам скинул такие огромные материалы католиков. Прочитал ты их или нет? Да, Игнатий Тихонович, но я не все прочел, там очень много. Ну много, так я почти сям собирал годами. Вот у меня книга к истинному православию. 40 лет собирал материалы, а вам прочитать лень. Мы не на равных идем. Я же отдаю вам не за деньги. Я знаю гордость папства, я все это читал. Я знаю про это. Ну, нет, просчитай, вернись назад. И то, что я просчитал, это, в первую очередь, католицизм. Второе. Гордость папства, щелокубийство и ложь Ватикана третья, и фатимская трагедия или надежда. Вот четыре ролика я выслал вам по католикам. Все внимательно просчитай. Обязательно. В следующий раз я буду... Я сегодня вечером посмотрю их. Нет, смотреть не надо, надо считать. И выписывай нужное. Конспекты сделай. Он берет, потому что у тебя пустота, ты не занят ничем. А ты с молитвой садись и прочитай. Щелокубийство и ложь Ватикана. Там перечисляются все казни, что они делали, какие папы были, какой разврат. Разврат, этого нигде не было больше. Игнатий Тихонович, а как так получается? Это получается, что он может мне постоянно пакостить, если я ему нос не утру? Да вам пакостить не надо, вы сами себе пакостите. С вами не надо не бороться, ничего. Я вам материалы выслал, вот четыре называю. И вы сейчас же сразу помолитесь и начинайте считать. И с выпиской. Это огромные материалы, которых больше в интернете нигде нет. А я писал это в больнице, когда лежал. У меня бумага и картонка. А там где-то деревья, и за деревьями фонарики горят. Я не вижу ничего. А цвет идет. И вот так, не видя ничего, я написал эти статьи. Вы когда просчитаете, вы в ужас придете. Понимаете или нет? Да, Игнатий Тихонович, я читал. Там, да, ты нет, не считали. Если бы просчитали, у вас бы другое отношение было. Вы бы радовались, что у вас есть возможность быть среди православных. Игнатий Тихонович, я уже давно знаю про эту возможность. Я просто не знаю, как мне прийти к истинной вере. Я как бы ищу, а у меня не получается найти. Ну, по порядку. Я тебе говорю, ступенька ты отбрасываешь. Первым делом выбрать бритву. Второе, внимательно, с ручкой в руках, просчитай эти четыре ролика, которые я дал. Это четыре отдельные части про католиков. Ты будешь знать все. Считай внимательно до конца. Не торопись. Ко мне можно звонить. Один раз в неделю только звонить, а скидывать что-то. Никаких, у меня нет исключений. Мне никак не надо. Я все время работаю. Я выставляю огромные материалы. Вот отдельно сейчас выставил материалы о Тысячелетнем Царстве. Отдельное рождение свыше. Коснулось прокурора края, с которым я знался. А потом он уехал, а он много добра мне сделал. И теперь через другого генерала из другой области его почти уже разыскали. И сейчас человек берется, чтобы мы все-таки встретились с ним. Я все, кто мне делал добро, я стараюсь найти на конце света. Вы знаете наши миссионерские поездки. Из Барнаула мы проехали до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалки. Это никогда никто не делал. И мы везде оставляли подарок. 38 томов моих книг. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей. Не имея денег. У меня минимальная пенсия. Я живу. У меня ни разу не было, чтобы я чужой рубль съел. Ну, Игнать Степанович, я знаю, что вам покушать приносят. Вам помогают? Что приносят? Ну, вам покушать приносят. Я знаю, что вам помогают. Когда кто приносит? А когда праздник какой-то или что-то приносят. Никого нету в течение месяца, никто не приносит. И никогда этого не было. Мы своим живем. А когда у них работали, работали ребята там, городили, тогда они и принесли. Не просто принесли, а работали. Работали, городили там от быков, там что, свой материал унесли туда. Мы никому не должны, ничем. Потому что у нас все время работа идет. Надо работать до пота. До пота работать надо. Вы в своем ролике рассказывали. Но вам приносили еду, говорили, возьмите, возьмите. Вот, вы отказываетесь постоянно. Вот так. Вот мне мало что приносили-то. А то она приносила, оставила. А я уже через несколько минут все это отдал другим. Вот так. Которая сестра, когда у меня дома никого нет, готовят, приносят. Но она наша сестра близкого. И больше я никому не разрешаю. Понял. Надо жить открыто, чисто и быть экономным во всем. Нигде ничего не тратить. Ты слышишь, голуби воркуют у меня? Да, слышу. А ты видел их у меня? Да, видел. Я ролики ваши смотрю. А то я тебе покажу сейчас их. У меня вон кошка беременная. Ну ничего. У меня две кошки здесь. Две в храме. Там есть. Вон она, на которой. Видите, какое пузо? Ну я вижу пузо-то. Да. Вот она у меня забеременела. Но у меня бабушка хочет их утопить. Этих котят. Ну правильно, а зачем они нужны? Человек власти на всем, что Бог дал. Только лишь бы не делал мучения. Ну вот, я говорю, может убивать их не надо. Может это. И есть какие-то организации, которые могут забрать воду? Да там не надо ничего. Так показать тебе голубя-то в руках? Ну давайте. Голубка, пойдем покажемся там, а? Там пришел гости к нам. Ну-ка. Стой, 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 не дергайся. А то кошка-то тебя убедит. Ну. Ну, а постой, постой. Смотри, какой шиньончик. Это молодые еще. Они, я боялся, что замерзнут. Двух голубят взял. И они у меня два раза в день, я их увожу на прогулку. Они где-то часа-повтора у меня гуляют. Я тоже, когда снег чистил, я увидел там оробышек в снегу сидит, как-то не считает. Ого-го-го-го. Вот такое дело. А ты моих кошек-то видал, нет? Ну, вашу, да, такие черную видел, вот. А эту палю не видел? По-моему, нет. Ну, сейчас покажу, подожди. Смотри, какая паля. Она палевого света. А, понятно. А хвост, как у лисы. Понятно. Она не мерзет на морозе. Вот она какая. Паля-то у меня, паля. Ну, что это, что-то. Вот так. Я ездил, когда с нами была собака. Там есть, ураган называется. Она по защитной коронной службе сдавала экзамены, золотую медаль получила. Первое место в России. А я когда-то в уголовном розыске занимался, я знаю как. И она принадлежит тому, кто сам участвует в этом. Кинологи называются. Видишь как? Она нас всегда охраняла. Мы проехали немало, 120 тысяч километров. Представь себе, тысячи выступлений было. Сколько людей обратилось. Это Господь делает. И поэтому... Это вообще невероятная цифра. Ну, невероятно. Мне советская власть не давала работать. Я прораб. Я 40 лет клал печи по стране. Печи. Вот этими руками. Я понял, Затя Тихонович. Так, значит, первую бритву выбрасываю. Сейчас занимаешься четыре материала католика. Ни одной буквы не пропускай, прочитаешь. И потом маленько черкнешь. Один раз можно мне какой-то написать. Один раз. Ну, в неделю я тебе разрешаю почаще. Затя Тихонович, а вот если вот они тут свои книги выкладывают. Ну, вот они тут пишут. Вот у них книга тут есть. Почему мы не православные? Да пускай пишут. Я про это не говорю. Когда ты прочитаешь, считай, что хочешь. Прочитай этот материал мой. Они говорят. Ну, смотри. Когда ты ознакомишься с тем, что я написал, собрал. С их книг. Это история. Ее нельзя никак забыть. И там все ссылки делается. Какое название, когда жил. Все. Внимательно прочитай. Это игра. Не надо же своей жизнью играть. Один раз только живем на земле. Православие. Вот вы на время разговора можете войти в чат или нет? В чат? Одновременно оно не тянет. Чат-рулетка это отдельно. Две нет. Когда со мной разговаривает кто-то по рулетке. А у меня по рулетке почти две тысячи роликов составлено. Нет, Света Гнастиконович. Я не про чат-рулетку говорю. Я просто говорю про чат. Вот если, например, вы сидите, со мной общаетесь, а я вам отправляю какой-то материал в скайп. Он только пикает и все. У меня в это время идет работа. Пришли люди. Только что ушли. У меня же отовсюду сведения. И люди, которые желают получить помощь там другое. Я во всем принимаю участие. Ну, попечитель у меня звания есть. Это попечитель редкое звание. За особые заслуги. То, что я был в тюрьме, в тюрьмах там и прочее. Я должен знать студенты, роженицы. Кому нужна помощь какая. Организовать и помочь. Смотрите. А откуда же они тогда эти книги пишут? Откуда же они тогда информацию-то берут? Откуда она у них? Какая у них информация? Никакой другой-то нет. У нас вся информация есть. Какая у них информация? Что они о православии могут сказать? Когда у них 11 крестовых походов было. Грабили православные храмы. Все везде разрушали. Да, Игнать Стихонович. Я недавно смотрел исторический ролик, где они действительно, да, ходили, грабили и убивали. Я знаю про это. Короче, так. Четыре материала считаете вы. Когда прочитаете, тогда будем разговаривать. Ну, еще я говорю на пустое место. Внимательно, не пропуская. Усидчивость должна быть. Молодой человек, вы начнете попутно сейчас изучать китайский язык еще или что-то. Вы загрузите себя. Вам некогда будет дурить. Я вот самостоятельно изучал, сколько языков знал, с какими людьми встречался. А в школе не было иностранного языка. Не было. Вот сейчас Википедия на меня показывает. Это 14 специальностей. Игнать Стихонович, я еще помню, что вы возили документы в Ватикан. А вы просто их отдали. Их даже не читали, наверное. Какие документы не читали? Ну, вы свои ресурсы отвозили в Ватикан. Ну, к истинному православию, по-моему, книжку давали. Как это? Эта книга разошлась по всему миру. Во всех библиотеках Европы имеется. Я же... А почему... Ну, вот если они знают, что православие это истина, у них же тоже эксперты есть. Почему же они тогда не вернутся в православную церковь? Что на это сказать? Ты прочитай к истинному православию от корки до корки. Материал на нее я собирал 40 лет. Прикинь, 40 лет. Ну, а они говорят... Да мало что они говорят. Они говорят сейчас браки, мужчина на мужчинах уже все. Масона разрешает. Да какая же это вера? Ну, да. Тоже верно. Ну, так все. Ну, так это получается, что тогда лучше православия в мире нет. Нет, лучше православия ничего нет. Ничего нет. То, что сохранилось, тоже есть заблуждение. Там вот с мощами возятся и прочее. Ну, а конкретно по большинству ошибок и всего это даже сравнивать нельзя. Так, договоримся давай. На этом расстаемся. Сейчас начинаю считать материалы, которые я вам скидывал. А иначе я ничего не буду больше посылать. Зачем я время трачу? Хорошо. Вот я сейчас прочту тогда. У меня 83 года. 83 года я работаю с утра до вечера. Я встаю где-то в четвертом часу ночи. Игнат Ильич, а можно у вас про Евангелие спросить? Вот смотрите. Есть 4 Евангелия. Март, Матфея, Лука и Иоанн. Я вчера сел и читал Евангелие от Иоанна. Я не знаю, почему мне понравилось это Евангелие читать. Потому что оно в себе собрало все эти 3 Евангелия, которые были до Иоанна. Да нет, не собрались. То, что Лука пишет, у Иоанна даже намека нет. Он более созерцательный. Написано через 35 лет после Вознесения Иисуса Христа. Достоверно ли Евангелие? Это у нас в трехтомнике есть. Профессор Марсенковича Владимира Филимоновича. У нас материалы, которые есть, нигде в мире нет этого. Нигде. Просто нету нигде. И которая... Ну вот у меня такая книжка у меня. Ну я не знаю, подожди, я не вижу, что там написано. Ну сливается. Так поближе маленько еще. Дальше. Святой Евангелие. Ну это... Какое издание? Кто издал? Сейчас скажу. Первая страна... Это русская православная церковь. Ну ты православная... Считай по порядку. Не просто церковь. А чье благословение? Я скажу. Так, Ковчег, Москва, 2009. По благословению высокопресвященного Сергия Архиепиского. Какого? Тернопольского и Кременецкого. И Кременецкого. Это должно быть... Может быть даже на Украине изданное. Где Кременец-то? Так, Святой Евангелие. Москва, Ковчег, 2009. Так, 576 Тес. Я не знаю, что это за цифр. А ну-ка давай так. Открой, где рука откроет. И посчитай. Я сразу скажу. Православная или нет. Открывай в любом месте. Баргословие Иисуса Христа, Сына Давидова. Это сначала считаешь. Отбрось страниц 10. И считай там. Ну пятую главу начинай считать. Пятая глава Матфея. Так. Как ей отче, ибо таково было твое благоволение. Так, подожди. Все. Так. Матфея. Первая считаешь. Матфея родословная. Пятую главу начни считать. Так, пятая глава. Да, пятую. Так. Сейчас. Все прочтаю. Все. Увидел народ, он зашел... Нет, вы не пятую считайте. Матфея пятая глава. А, ну-ну-ну-ну. Дальше считайте. Да-да-да. Да-да. Считайте. Это первый стих. Увидев народ, он зашел на горы, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он совершил уста свои учил их, и говоря, блажены нищие духом, ибо их есть царство небесное. Это православное издание. Это перевод синодальный 1876 года. Вот и все. По одному стиху я уже могу сказать, что это издание чисто православное. Я вот читаю цитадальный перевод, я думаю, что я лучше этого перевода никогда не видел. Никогда не было. Не то, что не видел. А и вообще нету, не существует. Четыре духовные академии переводили. Я даже по себе понимаю, что это лучший перевод. Это лучше. Его этим переводом пользуются католики. Католики пользуются. Баптисты, адвентисты седьмого дня. Ну, Дикна Тихонович, а зачем нам католицизм-то, если у нас есть православная вера? Что же они там в Балтии своем роются? Ну, это перевод. Перевод хороший. Вот у них перевод, допустим, у нас посчитается Иоанн Златоуз, а у них Иоанн Средонский. А мы ему молимся каждый день. До 1054 года церковь была нераздельная одна. И она разделилась по вине католиков, когда они добавили филиоквы. А можно я задам вам вопрос? Да. А вот когда Иисуса Христа распяли, Он омыл наши грехи Своей кровью. И я узнал, что под крестом был череп Адама. И на него... Ну, это выдумки. Это просто рисуют. Это означает о том, что искупил Адама. Откуда череп у Адама там быть-то, когда он совсем в другом месте был? Да. Ну, тут надо смотреть внимательно. Ну, они говорят, что кто-то принял, а какой-то пророк принес, положил под крест. Ну, пускай покажут, где это, откуда взяли эти... Златоуз говорит, это бабьи басни. Златоуз просто говорит, чего нет в Писании, в Библии, о том не рассуждаем даже. Не рассуждаем. Им череп нужен, а своя голова пустая. Игнатий Тихонович, важна же сама жертва, правильно? Сама жертва на кресте? Ну, образно, образно, они говорят. Тогда образно это принимаем, что он достиг, глубина креста достигла ада. И она искупила все человечество. А в человечестве в Адаме все согрешают. 6.23 послание к кремлинам. А как же вот это вот у них? Филиппо, то, что Святой Дух от Сына тоже исходит. Но Иисус же Христос, это же Господь, от Него же тоже Святой Дух. Понятно, но уже принято было, отрицать не надо, но в символе не прибавляется. Я за то, что в данном случае католики правее нас, в данном случае. Но мы этого не отрицаем православное, только в символе веры этого нет. На меня за это нападают, но ничего. Что Дух Святой исходит и от Сына, так понимали и Амбросий Медиаланский, и Григорий Низкий. То есть много православных святых так понимали. Ничего в этом это нас не разделяет. Я вот был когда в Ватикане, я подарил свои книги Франциску и Венедикту папам двум. Пусть кто-нибудь... Понял, Академий Петрович, а что же у них тогда такого особенного? Есть чего нет у нас православных? Чего у них такого особенного? Ну вот сегодня это экуменизм. Они обмерщенные все. Посмотри внимательно, все бритые, даже папа. Бритых Давид не пустил даже в Иерусалим земной. Это первое. Второе. Что они придумывают? Однополые браки венчают. Это безумие полное. Большего греха на земле нету, как гомосексуализм. Гей-парады. Игнат Тихонович, а как же вот у них святые-то есть в католицизме? Или нет у них негативных? Какие святые? Назови. Ну, то, что в православной церкви, наверное, было. Вот у них с тех годов остались, а потом какие-то свои появлялись. Придумывали своих, наверное. И даже не понимаешь, о чем говоришь. Вот у них святые отцы-то есть или нет у них святых отцов? Да, вовсе. И об этом не говорим. Вот у них мать Тереза, католичка. Для меня она святая. Ну вот, я какого-то нашел, вот. Мне скинули. Сейчас я скажу, как его зовут. Я вчера смотрел, а я уже все. У нас хватает своих. 12 томов. Дмитрий Ростовского. Жития святых. И плюс еще 174 святых. Новые, которые канонизированы. В настольной книге священнослужителей. Второй и третий том. Вот как. Я начитывал это. И в интернете моим голосом все жития святых начитаны. 1173. Нам что, не хватает? 1173. Это очень много. Ну так вот. Тысяча. Когда три человека, и то запутаешься. А куда мы еще полезем? Зачем? Я когда сидел в тюрьме, и в это время опубликовали, что католический кардинал ехал с монахами, с монашками там. А там, видимо, советская власть насадила своих. И они их встретили на машине, в Сальвадоре где-то, и застрелили всех. Я сразу ему помолился, как к святому. А он католик. Меня за это осуждают. Когда уезжали в Томск, я подошел к католическому ксензу под благословение. Я не отрицаю, признаю их в церковь. Но только заблуждение их мы не можем признать. Игнатий Тихонович, а как же проверить это заблуждение или не заблуждение? Надо знать, учиться и молиться. У вас ни того, ни другого нет. Вот, Игнатий Тихонович, я когда в армии служил, я наткнулся на книгу святого Силуана Афонского. Российский монах. Вы знаете такого? Да мало ли их сколько есть. О ком конкретно речь? Когда он жил, где, в какие года? Иванов там столько пруд-пруди. Из детства, молодые годы, время военной службы. В данном случае от Кисляков Спиридон. Вот лучше ничего не нашло. Я могу ссылать материалы, к вам кое-что выкину. Только не нарушай, никогда. Только один раз в неделю заходи. Скинуть что-то. Потому что я сразу в чёрный список заношу таких. Они мне мешаются под ногами. Ничего не делают, а только безобразничают. Так что будь внимателен. Я вам отправил тут в Силуан Афонский. 18 раз за полчаса. Это же просто не годится никуда. 18 раз у меня лягушки сквакали. Понял, понял. Я ничем вас не обидел, ни за чем. Зачем меня бомбардировать? Глупости всякие. Я один скинул ролик. Всё, смотри. А как же вы в настройке скайпа не зайдёте, не уберёте звук? Там же можно звук убрать, чтобы она не пищала. Никак. Мне не надо. Я плохо слышу. Мне нужно, чтобы было. Я сажусь обедать. А в это время звонок. Ко мне пришли люди. Как я могу не прийти? Я реагирую, насколько возможно. У меня слух ослабленный. Вы можете этот звук поменять на какой-то свой. Так, всё, на эти темы закончено. Пока не прочитаете четыре материала о католиках, больше разговаривать не будем никак. Чтобы видно было, что ты становишься на истинный путь. Просчитаешь внимательно, выписывая ручку, отдельную тетрадку заведи. Материал громаднейший, которого нигде больше нет в мире. Я много лет работал над этой темой. Перебирал и в Заружбежье был, и в Нью-Йорке, где я был. И католические книги. Всё перебрал. И всё выписывал. Дело в том, что я когда с вами познакомился, мне вот стало интересно, чем вы занимаетесь. Я ещё никогда не видел, чтобы люди так жили. Вот. Ну как же жили? Живу я. Живу я. Люди думают, я живу бедно. У меня пенсия бомжа. Почему? Мне не давали работать. Я прораб. У меня сотни людей. У меня всё отняла советская власть. Она меня гнобила по тюрьмам. Пять тюрьм и лагеря. Это что, мимо прошло? Я и в морозилке был, и руки выкручивали, и накачивали меня, как барабан делали. Я живой остался. 83 года ещё ни одной таблетки не съел. Ни одного мата не сказал. Мне есть что показать, почему это благодать Божия. Благодать. Это не моя заслуга. Вот так, дорогой мой. Ну вот я таблетки пью. А зачем? Ну вот у меня живот болит. Ну ещё болит. Ну ещё сходи в туалет и не будет болеть. Не надо, не надо. Выбрось все таблетки. Послушайте меня. Выбрось, чтобы даже духу не было. Это наркотики. Наркотики. И поэтому он, сатана, через таблетки в тебя входит. Это я уже понял. Вот ты сам хорошо, что сказал. Сегодня же выкинь их все. Я начальник детского лагеря. Знаешь, нет? Да, знаю. 45 лет. И кто приезжает, больные, таблетки первым делом выкинуть. И ни одного больного нету домой и уезжают. Выходит, таблетки на самом деле, это никак не лечит. Это просто обман, просто временное заглушение болезни. Да, Игнатьев? Не надо. Болезни нет. Она не глушит. Она ничего не делает. Только разжижает. Ты хочешь, чтобы у тебя лучше был желотный работал? На пасеке настоящего мёда купи банку. Литра три. И за час до еды утром слизывай. Не разводи ничего, а языком слизывай. Медленно, медленно. И всё. И у тебя праха не останется от твоей болезни. Всё, понял. Только понял, скажи. Выброси сегодня таблетки или нет? Да, да. Выброси. Послушайся, я тебе худому не научу. В газете центральной пишет. У дяди Игнатия, говорит, худому не научишься. Понял. Ну, если я выкину, меня бабушка наругает, потому что она их покупала. Зачем нужно? Кто она, откуда знается? Слопал их и всё. Выброси. Что она, бабушка, будет думать там? Ты не думай об этом. Она тебя уже опасается, бабушка. Выкинь. Понял, понял. Я тебя ощущаю. Бриту выкинь и таблетки выкинь. И начинай молиться. А вот сейчас пост начнётся, будешь поститься. Ко мне вбрасывать материал один раз только в неделю можешь. Понял, нет? Повтори. Да. Один раз в неделю. Один раз в неделю. Всё. А какой мёд пить? Не понял. Состоящество? А какой мёд пить? Мёд какой пить? Его много? Его не пить. Одна ложка столовой, её внимательно слизывать. Слизал. С линями разошлось. Проглотил. И опять. За час до еды утром. Понял. Больше ничего. И всё с молитвой делай. И чтобы освещенная вода была. Каждый что-то делаешь, омываешься, голову всю. Маленько капли две-три там священа. Дальше святой воды, простой воды наливай. А эта вода уже у тебя освещенная вся. Обмойся. Руши, протри глаза везде. И так Господь тебе поможет другим быть человеком. Понял. К дверям доходишь утром, когда сразу перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всей гордыней его, всех ангелов его. И перекрести впереди себя. Он, конечно, ногами полетит от тебя. Понял. Дай Бог, чтобы так оно и было. Ну, если будешь слушаться, вот сейчас что-то с луками что-то не сделаешь, у тебя ничего этого не будет. Значит, сразу сейчас бритву долой, чтобы я в доме заброс там кто-то в туалет, куда угодно, чтобы не нашел. И сразу таблетки высыпь и помолись. И святой водой запей. Все. У тебя другая жизнь начинается. И пристань кому-то к нашему утреннему в пять утра. Или по пять по Москве. Попроси. Да мне папа не даст молиться. Бабушка не даст молиться. Будет скандалить. Тут он начал на меня родственников стравливать. Он начал, короче, их натравлять на меня. Он нашел слабое место во мне из-за того, что я не работаю. Да у тебя не слабое место. Ты весь преданный дьяволу. Весь с потрохами. У тебя рассуждения нету. Все. И вот это метание, там католики. Он тобой крутит, как король и ошметка. Я хотел найти истинную веру. Но как бы лучше православия это нет ничего. Я уже понял. Ничего нету выше православия. И по этому молитву, понимая патриарха Кирилла, поминай. Чтобы его Господь сохранил и вразумил и наставил. И за президента в Малисе. Мы молимся всегда. И за Зеленского, и за Байдена американского. Сейчас, в Турции, смотри, сколько землетрясения. Больше шести тысяч задавило. Наша жизнь коротка, словно птицы полет. И быстрее щелнока улетает вперед. Наша жизнь – это звук, как удар молотка. Как внезапный испуг, так она коротка. И не думаешь ты ни о чем, человек, что ты скоро умрешь и короток твой век. Постарайся же ты и Христа поищи. В нем отраду найдешь и покой для души. Жизнь не только здесь, быть на этой земле, но блаженная. Жизнь быть на той стороне. Аминь. Аминь. Видишь, у нас какой разговор получился хороший. Все, я отхожу. Начинай чистить себя. Все выкинь. Одежду, все, свечи святой водой. Давай. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Отошел.